когда меня допрашивали первое первый раз и я уже узнал что мне светит 132 часть 4 развратные действия кто бы знал блин девочку не трогал да страшно звучит там на цепи держал на деле все выглядело гораздо мягче и девочки я считаю отнесся по-человечески то есть и накормил и и я не стал там удерживать я боролся с собой знаете я здесь вот общался с преступниками которые вот зовут за двойное убийство с особой жестокостью двойного убийства то есть убил двух человек со стобой жестокость получали 18 лет срока я никого не убил я получил 20 я родился восемьдесят первом году летом 81 года много чем увлекался помимо радиоэлектроники хорошо знаю химию минералоги везде помаленьку я занимался всем керамикой и металлами или фармацевтикой в москве 11 лет прожил потом вернулся на алтай по горам стал ходить металлами заняться уже к 40 годам я уже только металлами занимался по большей части афинажом выделения редкоземельных металлов из различных минералов скажем грунта и постепенно обучался 3d анимации игроделанием то есть игры делать чтобы потом перейти от металлов на компьютере работать по большей части жена была ребенок родился развелись как бы мирно так развелись потому что ну надо было свое время кормить ребенка и мы географически разделились я постоянно был в командировках москве все мы понимали что обстоятельства вынудили нас как бы жить каждой своей жизни пропавшую 12-летнюю девочку из бийского района удерживал в подвале 40-летний мужчина данный факт подтвердили в краевом следкоме напомним школьница пропала 31 июля между двумя поселками бийского района массовые поиски ребенка стартовали вечером в день исчезновения в воскресенье 1 августа на берегу реки нашли одежду девочки а в полутора километрах от этого места велосипед и телефон ребенка я сам не ожидал что похищение произойдет я сам не знал последний момент я действительно не планировал есть похищение так чтобы я сидел там вечерами и думал то а вот где она там пойдет да и понятия не имел собственно говоря я ее не знал никаких маршрутов там конкретных дорог для засад этом ничего не устраивал я ездил за дровами ездил за дровами на мотоблоке и как бы она каталась на велосипеде вдоль леса несовершеннолетнюю проезжающую на велосипеде по проселочной дороге увидел глумышленник силой толкнул девочку мужчина связал ей руки и ноги а затем надел на нее мешок обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства после чего переместил в подвал занимаемого им дома вот этот за момент похищения она из травм получила там что-то царапинку на коленке и царапину на локте по моему там остался велосипед мобильный телефон вот есть не разговаривал групп блин там остались улики мне их надо убрать срочно а у меня нету никакого подготовленного помещения или еще чем быть там приспособленного для того чтобы она не сбежала все что у меня из каких там методов удержания там человека нашлось под рукой цепь пару замков вот и все я попросил потерпеть буквально пару часиков пока я еще убираю улики момент обыска мы действительно находились дома в пространстве между полом и ну и грунтом небольшое буквально пространство там сантиметров 30 не кричал в полутора километрах от реки нашли велосипед поиски продолжились позже станет понятно что похититель хотел лишь запутать следствие однако ночью 2 августа неожиданно для всех девочка вернулась домой похититель ее отпустил раньше у меня не получалось отпустить еще и по темам обстоятельствам что велись очень активные разыскные мероприятия днем не мог я выпустить я дождался ночи я не убийца по сути я по определению не могу ребенку убить тем более но я вообще как бы людей никогда не убивал и понятия не имею что это такое мысли таких не держал я припугнул мне это как бы стоило там добавку к сроку если говорить на чистоту человек раскаивается о том что потерял свободу он о себе думать ну мне действительно да мне жаль что все так произошло оправдание у меня каких-то особых нету что-либо изменить я бы с удовольствием изменил бы но у меня нет таких возможностей обычный человек не могу поменять то что уже произошло раскаяния мое вот для семьи потерпевших она насколько я знаю вот из судебных заседаний вот наблюдал как они относились ко мне и мое раскаяния нужно им нужно чтобы я понес ответственность и я вот несу эту ответственность прокурор у меня запрашивал 18 судья дал 20 если бы я ее убил мне бы дали меньше вы знаете об этом да если бы я его убил расчленил из где-нибудь потопил на озере мне бы дали меньше срок потому что невозможно было бы доказать они не доказали собственно говоря сто тридцать вторую статью ну заключен заключенные дружбы друг с другом по сути не имеют никогда друзей как таковых у заключенных вообще по определению нет когда людей садят за решетку они ведут себя как пауки в банке кто-то кому-то помогает а кто-то кого-то пытается укусить ну туда это пауки в банке люди такие существа сложные больше всего я больше всего люблю свободу думаешь о свободе конечно воли в первую очередь а воля для человека это по большей части самое главное это возможность видеть родных общаться с ними а не воля это когда тебя лишили этого общения я только с мамой общаюсь четыре раза позволено позвонить я вот четыре раза в месяц звоню и письмами обмениваемся всем свалим на этом все общение дочка со мной не общается ну она переехала с этого села то есть находиться там невозможно было она постоянно ходила с кем-то под присмотром то есть под охраной она одна улица никуда не выходила в конечном итоге переехал потому что ну пальцами затыкали человек действительно он борется с демонами в своей голове и результат этой борьбы скажется и на его родных и на нем самом мне не повезло в этой борьбе а вам повезло в этой борьбе вам людям вольны вот и все наше отличие я не смог перебороть этих демонов людям которые считают что они по определению не могут совершить аналогичного преступления это их не гордыня на самом деле то что они не совершили это преступление это потому что бог держит их прочно за узды и всегда может наступить такой момент что демоны займутся поплотнее человеком и он не сможет с этим справиться а 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 Субтитры создавал DimaTorzok